Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Тарамобил на Янаульской 1А. Среди пациентов Ташкиновского ФАПа дети, беременные и старики. Ежегодные медосмотры и лечения проходили в сырости и холоде. Но после ремонта медпункт не узнать. Раньше мы даже сами не раздевались, очень холодно было. А сейчас и куртки снять, пожалуйста, с удовольствием. Дети бегают и спокойные, хорошо, и чисто. И вообще приятно даже приходить. Вода капала с крыши. После ремонта сейчас приятно. Я вот тоже лечусь, хожу сюда после операции. Тепло, не холодно, уютно, красиво, все чистенько, все хорошо. Вот только тепло здесь не из-за горячих батарей, а благодаря электрическим обогревателям. Руководство больницы было вынуждено их установить, предвидя повторяющуюся из года в год ситуацию. Дело в том, что, образно говоря, рубильник по отоплению находился в руках одного индивидуального предпринимателя, который сам решал, когда включать, который сам решал отключать, например, отопление ночью, почему у нас персонал утром приходил и температура в помещениях была не выше 11-12 градусов. То есть это все делалось в интересах одного человека. Предполагая, что эта ситуация сложится и в этом году, мы пошли на то, что, будучи в отремонтированном помещении, мы хотим, чтобы там было тепло, потому что там есть наш персонал, туда приходят пациенты. И мы решили, что необходимо сделать резервное отопление, электрическое отопление. Это помогло спасти ситуацию, но расположенные в здании библиотека и почтовое отделение были вынуждены продолжать работать в холоде или вовсе временно закрываться. Причем, как отмечает главврач, необоснованно завышенные счета за отопление приходили от арендатора первого этажа, на котором располагается котельная. Если честно, иногда просто шантажировал. У нас, ну, может быть, это определение не совсем и уместно, хотя я именно так это интерпретирую, потому что включать или не включать отопление зависело от того, оплатим мы какой-то счет или не оплатим. При том, что он выставлял нам счета, совершенно не подтвержденные какими-то действительными цифрами. То есть он мог выставить счет, который не мог просто нам объяснить, за что мы должны платить. На сегодняшний день, спустя почти два месяца после официального старта отопительного сезона, тепло в здании включили. Но где гарантии, что игра в начальника рубильника и тепла не повторится? Мы попытались выяснить у самого арендатора. Но он от комментариев отказался, лишь пояснил, что ведется процедура банкротства предприятия, а арбитражный управляющий находится в Москве. Так что в вопросе отопления пока больше неопределенности, чем ясности. Марина Медвинская, Азад Давлетшин. Время новостей.